Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех на своем канале Есть-Поесть. Сегодня готовлю очень вкусные, мягкие, просто воздушные и при этом постные булочки с луком и капустой. Я их называю ленивые пирожки с капустой, так как они очень их напоминают по вкусу и аромату. Кстати, по желанию можно сделать эти булочки только с луком или только с капустой. А если вам не важен постный вариант, приготовьте тесто на молоке или на кефире. Список ингредиентов смотрите под описанием к видео. На сковороду с растительным маслом кладу резанный лук и капусту. Ее нужно порезать как можно мельче, можно даже натереть на крупной терке. Сюда же отправляю тертую на крупной терке морковь и потушу все вместе. Затем добавлю соль и специи, размешаю и дам остыть. Для теста в миску раскрошу свежие дрожжи, добавлю сахар, соль и теплую воду. Хорошенько размешаю до растворения дрожжей. Сюда же отправляю тушеные овощи. Размешаю и постепенно добавляя муку, замешу тесто. Сначала венчиком, а затем руками. Тесто перекладываю в миску, смазанную растительным маслом, накрываю и оставляю в теплом месте на час-полтора. Готовое тесто нужно выложить на подпыленный мукой стол и еще раз вымесить без особо сильного нажима. Можно сразу же приступать к формированию булочек, отщипывая от теста кусочек желаемого размера и скатывая его в шарик. Все шарики выкладываю на противень на некотором расстоянии друг от друга. Накрою пленкой и дам постоять минут 20. И так как это постный вариант выпечки, для смазывания смешиваю муку и растительное масло. Посмотрите, как хорошо поднялись булочки. Смазываю каждую получившейся смесью. Далее отправляю их в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. А вы ориентируйтесь по своей духовке и на размер булочек. Булочки готовы. Аромат очень аппетитный и соблазнительный. Посмотрите, насколько они мягкие и нежные. Структура пористая, воздушная. Я обычно подаю такие булочки вместо хлеба к супу, а также они мне очень нравятся к сладкому чаю или кофе. Посмотрите, какие они пушистые внутри, несмотря на то, что здесь совершенно нет сдобы. Смотрите на моем канале также и другие рецепты постной выпечки и не только. Напишите в комментариях, интересны ли вам постные рецепты и соблюдаете ли вы пост. Если вам понравились капустно-луковые булочки, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал Есть-Поесть. Впереди еще очень много интересных рецептов. Готовьте с удовольствием, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!